да меня зовут андрей макаров я совладелец эти компании найти нас там где-то уже скоро 400 человек будет вот я на самом деле сейчас в операционке внутри бизнеса особо не тусуюсь вот но собственно в том числе об этом история почему и как и в том числе я трекер и бизнес-коуч а я по факту сейчас 2020 года активно компаниям помогаю расти и в рамках роста компании там часто возникает ситуация когда какого-то конкретного линейного руководителя наемного руководителя нужно будет нужно бывает прокачать чтобы он стал более таким с предпринимательским мышлением таким более антикризисным лидером вот чтобы он собственно начал сам генерить идеи чтобы он сам начинал что-то менять внутри что компания начала приносить зарабатывать больше денег вообще приносить радость своим клиентам так вот когда я был в компании у меня была совершенно такая же проблема я по факту понял через какое-то время что хочу немножко из бизнеса выйти хочу начать заниматься другими вещами участвовать в крутых проектах не связанных с компанией вот как раз быть трекером меня встал передо мной стала задача соответственно своих руководителей прокачать что вот они полностью меня заменяли то есть они были максимально предпринимательски ориентированы максимально такие люди которые могли даже в сложное время в компанию собственно развивать и вот я немножко сумбурно как-то с ними по-разному взаимодействовал тогда я получил образование коуча в трех местах обучался трекера это как раз человек который помогает системным системно анализируя бизнес бизнесу расти тогда я получил образование психолога вот короче с этим совсем я как-то пытался этих руководителей вытащить в таких предпринимателей и в итоге получилось сейчас когда я отключился от бизнеса они уже по моему после меня раза в три прибыль в компании увеличили за крадость подозрение что я был просто фигом если честно вот но мы я мы я стараюсь об этом не думать думаю просто я молодец такой что воспитал таких людей вот вот короче там не был очень сумбурно но после этого я пошел в бизнес ну если к другом другим бизнесом и начал как раз эту же историю повторять на линейных руководителях и через какое-то время выработалась некая такая структура некоторый алгоритм как можно обычного руководителя постараться сделать таким вот предпринимателем антикризисным менеджером который может соответственно компания преобразовывать именно сегодня про этот алгоритм я и буду говорить потому что так или иначе в работе каждого и чаросну встречается запрос тем что сделал из этого руководителя нормального вот соответственно мы про это будем сегодня говорить я там часто стоп хотя ладно здесь ничего полезного не написано давайте дальше что-то собственно такой вообще антикризисный лидер я немножко вначале скажу что было понятно про что я но то есть он знает где он сейчас находится он понимает свою точку и то есть можете и диагностировать он понимает куда нужно прийти каким образом это узнал это вопрос отдельно но явно не только просто узнал от кого-то но и сам собственно понял куда движется рынок он понимает куда нужно прийти куда нужно преобразовать и выверенные уверены ему подразделение отдел направление и так далее и он понимая вот эту точку и точка б понимает как отсюда прийти туда преодолевая разные преграды, потому что если он до этого это еще не сделал, значит, видим, какая-то есть преграда. Вот он фактически самостоятельно может эти преграды преодолевать. Без какого-то внешнего участия, без внешних пинков, просто взял и начал системно делать. Из обычного руководителя мы хотим вот такого сделать, который не просто текущий процесс анализирует, а тот, который понимает, куда стоило прийти, понимает, что мешает и начинает идти системно. Для того, чтобы это достичь, я, когда начал анализировать, понял, что есть шесть таких пунктов, которые так или иначе нужно в человеке качать, то есть желание менять, в принципе, что-то меняться, понимание, куда же движется рынок, понимание, что у него сейчас внутри энергии происходит, умение этой энергией управлять, умение делать свою жизнь более эффективной, не губя себя, умение, соответственно, системно и критически анализировать, что сейчас происходит, находить проблему, искать решение и в итоге действовать и делать выводы по этим действиям. Вроде простые пункты, но давайте по каждому из них пройдемся и поймем, как же эти пункты внедрить в работу руководителя, чтобы он, соответственно, в итоге из обычного руководителя стал вот таким вот и стал радовать в компании всех. Первое, нужно создать или вытащить из него вот это желание что-либо менять в принципе. И здесь есть такая замечательная вещь, без которой, в принципе, ничего это не работает. Это надо по факту узнать, о чем вообще в компанию пришел. Раз. А во-вторых, узнать, зачем его наняли у его состоящего руководителя. Я почему-то обнаружил, что большинство людей, которые работают, в том числе как руководители, не знают, почему их наняли. Ну, то есть они думают, что их наняли там для каких-то определенных задач. Вот. Про цели они обычно вообще не сильно в курсе. Вот. Про то, куда движется компания, тоже не сильно в курсе. Просто есть некое понимание, что типа не наняли, что вот здесь там ничего не сломалось. По факту я фактически с чего начинаю, это вот когда прихожу, я рекомендую это делать раз в полгода в любом случае, беру прям, собственно, линейного руководителя, с ним обсуждаю, соответственно, каким образом, ну, то есть зачем он пришел в компанию, потом беру его высшестоящего руководителя, объединяю между собой и помогаю им, собственно, начать обсуждать этот вопрос, договариваться о том, зачем этого руководителя, в принципе, наняли. Высшестоящий руководитель говорит об этом, и они начинают в этой части синхронизироваться, как желание линейного руководителя пересекается с тем, что хочет высшестоящий руководитель. Вот по факту вам, как HR, на первом этапе надо вот эту встречу организовать. В идеале туда пригласить коуч или трекера, либо фасилитатора, который поможет этот процесс сделать. Потому что вот этот процесс может быть сложный, если у вас нету компетенции фасилитатора, либо такого командного коуча, лучше позвать профессионального человека, это реально будет намного эффективнее. Соответственно, главный вопрос, на котором надо ответить, да, зачем наняли и зачем я нанялся. И после этого, когда это совещание проведено, когда люди договорились о в целом вопросе зачем, с руководителем надо ему помочь проставить, собственно, смарт-цель. Ну, то есть какую-то цель, так или иначе, я думаю, все знают, кто знает, все же знают, какой смарт-цель, да? Ну и отлично. Люблю просто задавать глупые вопросы, чтобы люди руки поднимали, так я вижу, что вы хотя бы живые. Соответственно, чтобы он поставил себе какую-то цель в рамках понимания, зачем его наняли, которая будет отражать то, что он двигается в нужную сторону. Помогаем ему это сделать, то есть это можете, я думаю, сделать уже сами вы, но можете также определить кого-то определенного. Вот, синхронизируемся опять в рамках этой цели с руководителем высшестоящим. И после этого лучше обязательно сделать такую вещь, создать целостное видео, видео того, что будет, когда она эта цель достигнет. Потому что большинство руководителей на этом этапе дальше ничего не начинают делать просто в силу того, что думают, что если они эту цель начнут достигать, если они ее достигнут, там будет все плохо. Недавно у меня был руководитель, который пришел как раз на этом этапе, и, значит, я с ним начинаю общаться, мы составляем с ним видение будущего, в которых у него отдел, там он хотел, чтобы у него отдел, по-моему, в три или четыре раза расширился. Мы начинаем считать, что же будет дальше, и он видит, типа, ну я буду делать то же самое, и вот, соответственно, у меня что получится. Мы считаем, у него получают 25 часов работы в день. Ну, ощущение, что что-то не так, да, ну, то есть, если даже забить про сон и про семью, как-то не очень. Понятное дело, что подсознательно он это понимает и тупо туда не хочет. Вот в этой части мы составляем с ним видение то, в которое ему хотел бы попасть. Потому что чаще всего, когда мы эту проблему вытаскиваем, начинаем слушать, а как можно было бы сделать, возникает уже вопрос делегирования, возникают уже, собственно, вопросы какой-то оптимизации, автоматизации каких-то действий, и всего остального перестройки, так, чтобы он смог поверить в это видение. В этой части, опять же, можете сделать это вы, либо, собственно, опять же, привлечь в этой части коуча, вот, потому что коуч, по крайней мере, ты можешь делать профессионально. У него раз так или иначе это появляется. Либо трекер, опять же. Второй момент, который нам важно сделать после того, как мы создали в нем это желание, либо вытащили из него, либо, собственно, просто перевели в область осознанного, это синхронизироваться, ну, помочь ему синхронизироваться с тем, что вообще от него хотят пользователи, что от него хочет рынок. Если это бизнес-подразделение, то чего от него хотят клиенты? Если это подразделение, которое работает на внутреннего клиента, как, пример, какой-нибудь IT-отдел, да, тогда что хотят пользователи? В этой части нужно прям руководителю порекомендовать взять ногами, пойти к людям и спросить, слушайте, а вообще мы помогаем, как вот наш отдел, помогает вам решать проблемы или не помогает? Что вам нравится, что не нравится, и, соответственно, что можно с этим сделать? Ну, то есть, что бы ли вы хотели вообще, чтобы мы вам давали? И вот такую вещь нужно, чтобы он делал раз в квартал, прям ходил ногами и уточнял. Желательно, чтобы это делала вся команда, но можно хотя бы, собственно, чтобы он. Соответственно, в этой части мы его просто отправляем это сделать, это делать. Можно в этой части привлечь ментора, который может немножко подсказать вообще, куда, ну, то есть, на что стоит посмотреть. Но в целом, если он начнет просто ходить и спрашивать, в этом уже будет польза. Главное, чтобы он спросил, зачем они нужны, то есть, для какой цели, собственно, пользователи пользуются эти условия, и спросил, удовлетворяет, не удовлетворяет, что стоит поменять. От этого у него обычно бывает куча инсайтов, куча понимания, что он, оказывается, как-то не совсем правильно реализует, собственно, цель, для которой перед ним ставилась. И у него начинают возникать какие-то новые инсайты относительно, что можно с этим сделать. Второй момент, то, что надо сделать, то, чтобы он не просто опрашивал текущих клиентов внутренних, но еще, понятное дело, пошел на какие-то конференции, нанял каких-то менторов и, соответственно, пошел на какие-нибудь мастер-майнды, где он узнает, как у других компаний. Потому что чаще всего в текущей компании уже как-то все более-менее настроилось, но вот у других вполне возможно все по-другому. И, соответственно, можно узнать, что у других хорошо. Вот здесь ваша роль в этом плане – это прямо подпнуть его туда, пойти на конференции, послушать, включиться в мастер-майнды, где такие же, как он собирается, обсуждает, чтобы он начал хоть как-то смотреть пошире на мир. И последний момент, то, что мы рекомендуем такому руководителю делать и проверяем, собственно, что он это делает, это чтобы он начал собирать метрики, насколько, собственно, его пользователи удовлетворены тем, что он делает в этой части. То есть прямо отдел бухгалтерия, отдел IT, чтобы они прямо опрашивали людей, которые, соответственно, пользуются их услугами внутри компании, относить к тому, насколько им классно. Здесь я рекомендую всегда две методики. Это NPS. Все знают, что такое NPS? Уже не все. NPS – это NetProvanceCourt. И вопрос, насколько вы готовы рекомендовать нас своим коллегам фактически, на сервис наших людей и так далее. Соответственно, там определенным образом считается. Я в конце подготовил файлик с разными ссылками. Там есть описание, собственно, обоих вот этих методик. Вот. По факту, если он начинает спрашивать вопрос, то он видит реальную оценку и начинает с этим что-то сделать. В рамках работы отдела в идеале, что если оценка хотя бы меньше девяти, по десятибальной шкале, соответственно, стоит сразу разбирать, что можно преобразовать в большую подробную уточнение человека, который поставил эту оценку. Соответственно, в этой части это делает сама команда с руководителем. Вот. Но вы в помощь сможете себе привлечь ментора, чтобы он рассказал, как вообще везде, ну, в других компаниях происходит. Можно какой-нибудь площадке GetMentor найти человека просто опытного в этой области. Или, соответственно, привлечь в этой части, опять же, трекера. Когда мы с этим справились, когда человек, то есть, понимает, зачем он в компании, когда он как-то синхронизировался с пользователями, которые у него есть, после этого фактически нужно, чтобы он поработал, вообще говоря, с собой. Что это означает? Если руководитель, в принципе, не безнадежный, то часто возникает такая ситуация, что он удолбанный просто в усмерть. Ну, то есть, просто люди ответственные, они обычно очень любят себя удалбывать. Я не знаю, зачем, видим, чтобы чувствовать себя крутыми. Вот. У меня недавно был, короче, случай. Я, соответственно, с руководителем, ну, меня кредлянт приглашает, говорит, типа, вот, поработай с этим руководителем, мы видим в нем потенциал, надо, чтобы он вырос. Я говорю, давай встретимся, пообщаемся. Он говорит, окей, хорошо. Назначили с ним в одно время встречу. Оно перенеслось. Второе время встречи перенеслось. В итоге мы с ним встречаемся в 23.30. Вот. Ну, то есть, он вот такой уже, прям вот такие у него синие глаза, я вижу. Вот. Но это не из-за этого времени, а вообще в принципе у него синие глаза. И я понимаю в разговоре, что он просто, ну, реально на себя дофига взял в этой части. Он нормально не спит, не отдыхает. Ему где-то еще полгода осталось до того, как он сляжет в больничку. Вот такое, понятное дело, это ситуация такая уже серьезная. Но удолбанность руководителей – это один из основных факторов, из-за чего они не делают, что-нибудь не изменяют. Потому что у них, типа, мне бы как-то вот это вот удержать. А то, что вот это преобразование ваше вы мне предлагаете, еще и самому генерить себе задачи. Нет, не надо мне. Мне текущих хватает. Вот по факту здесь нужен либо коуч, либо психолог, либо трекер, либо если вы обладаете с такими контентами, то можете вы, которые помогут ему разгрузиться. То есть самое первое, что сделать, это не завершенку убрать. Все задачи, которые висят больше месяца, их желательно куда-нибудь перенести, чтобы они ему перед глазами вообще, ну, можно либо закрыть нафиг, да, либо куда-то убрать в комод. Вот. Во-вторых, соответственно, попросить его составить свои текущие вещи, которые он выполняет, попросить его найти 3-4 дела, которые он может быстро делегировать. Всегда такое есть, всегда есть дела, которые можно быстро делегировать, просто он скорее всего их оставляет, потому что они хотя бы понятные. Вот это все остальное не очень понятно, а я вот это буду делать, оно понятное. Вот пускай он выделит себе от этого дела время. Во-вторых, с ним проанализировать, насколько он отдыхает, спит, соответственно, ест и двигается. Ну, то есть, многие реально не планируют отдых никак. Они планируют свой день, а отдых у них на оставшееся время, сколько там, 3 часа осталось поспать, я вот тогда 3 часа сплю. Вот по факту нужно с ним договориться, что он наконец начнет планировать свой сон, планировать свой отдых, и планировать свое питание, желательно хотя бы 3 раза в день. Не просто с утра поел, а вечером чай и так далее. Ну, то есть, соответственно, мы с ним по простым вещам таким договариваемся. Ну и движение. Я обычно всем руководителям, которым предлагаю, собственно, вырастить вот антикризисных лидеров, предлагаю начать на какой-то спорт ходить. Это реально хорошо дисциплинирует. И последний момент. С ним проанализировать в целом его такое вот, ну, так или иначе все знают, что такое колесо баланса. Вот, ну, короче, вот в идеале либо коуча, либо вы можете сами, если у вас такие компетенции есть, прямо с ним проанализировать, что у него по жизни. Потому что если у человека проблемы в семье, проблемы, там, не знаю, со здоровьем, с чем-то еще, он на самом деле не очень будет эффективен в работе. Просто в силу того, что он будет об этом беспокоиться, у него будут оттуда мысли периодически ускакивать. Ему надо проанализировать, осознать, запланировать какие-то действия, начать, собственно, делать, и после этого намного будет проще, когда мозг понимает, что мы как-то начали это решать. Вот, и я еще всем руководителям рекомендую почитать книжку или посмотреть какое-то видео по поводу нейромедиаторов. Книга – это «Гормоны счастья». Вот прямо она не такая большая, легко написана. Любой руководитель, который почитает, начинает чуть больше понимать вообще, что его в жизни мотивирует, и потом начинает встраивать в себе такие действия, которые делают его более счастливым. Нормальная система нейробиологической информации, которая большинство руководителей, особенно в IT, помогает в этой части. Окей, с помощью коуча, психолога, либо трекера мы вот здесь проанализировали, и дальше желательно один раз в месяц, если мы видим, что что-то он опять с красными глазами стал ходить, или он какой-то удолбанный немножко, вот ногу подволакивает, да, вот так вот, то лучше сразу привлекать здесь какого-то специалиста, который фактически еще раз с ним таким образом пообщается. Хорошо, мы, значит, пообщались с ним по поводу цели, собственно, понимание, зачем он здесь, собственно, вообще находится в компании, синхронизировались. Потом он, собственно, пообщался с пользователем и понял, куда вообще, в принципе, движется желание у текущей компании и у других, собственно, компаний, понимает, куда стоит развиваться. Он как-то справился со своей энергией, начал после этого более-менее чувствовать себе возможность делать. И мы тогда переходим к следующему этапу, уже конкретный системный анализ, а что сейчас не так. В этой части нам нужно порекомендовать руководителю, помочь ему настроить встречи один раз хотя бы в две недели, в рамках которой он вместе с командой начинает анализировать, что вообще происходит. Ну, то есть, по факту, прям вот в идеале расписать машину по производству результатов в простых каких-то словах, картинках, в чем-то еще, в рамках которого, что на вход нам поступают некие запросы от бизнеса, а в итоге мы, соответственно, вот такой результат отдаем. Вот ее расписать и понять, где сейчас узкое место. То есть, у нас вот есть вот такие-то цели, что в текущей машине нам мешает этих целей достигать. Вот это главная проблемная зона, главное ограничение, которое не дает нам расти. Вот они вот таким образом расписали, то есть машину производства, причем с пониманием, какие роли, какие люди нужны для этого производства. Часто, когда разрисовали машину производства, такого машины производства результата, из этого разрисовали вот эти, собственно, роли, которые нужны, становится понятно, например, что у них не хватает какого-то шага администратора, который вот нормально сможет эти все данные собирать, выстраивать процессы, просто потому что они все такие ковбои, побежали, но у них каждый раз не повторяем вопрос. Вот я здесь рекомендую расписать эту машину раз, а во-вторых, соответственно, взять какую-нибудь металлогию адизистскую PIEI и, соответственно, с точки нее проанализировать, кого в команде не хватает. Здесь, в этой части, сразу честно скажу, здесь сложный процесс, и в этом плане лучше вначале привлечь трекера, либо опытного ментора, который именно в сфере бизнеса этого линейного руководителя опытный работал в разных организациях, опять же, с какой-то площадки GetMentor взять. Просто в силу того, что здесь прям много системного анализа, и нужно иногда подкидывать идеи. Соответственно, они вместе с этим трекером, диагностировав бизнес в целом, из этого выводят некие метрики, соответственно, которые они будут мерить в рамках этого процесса, чтобы понимать, что процесс работает хорошо. Ну, то есть, какое количество задач мы решаем в рамках работы нашего отдела, насколько удовлетворены наши пользователи, насколько у нас загружены люди, насколько у нас люди растут. Какие-то метрики, критичные для них, они в рамках этой встречи обязательно должны выработать. Вот здесь трекер, соответственно, с ментором могут помочь. Ну, и в итоге они определяют ограничения, то, с чем им сейчас надо работать, то, что сейчас им мешает. Вот результатом этой встречи является первое метрики, то есть первое понимание процесса, как вообще работает, второе метрики, что они будут мерить, и третье, соответственно, то ограничение, которое самоосновится, которое, главное, мешает. Немножко информации про это, опять же, я добавил в файл, ссылка на который будет в конце, но в этом плане я сразу рекомендую лучше нанимать трекера, он в этом плане поможет. Когда они поняли, что им сейчас мешает двигаться вперед таким системным анализом, то есть раз в две недели встречаются, анализируют на текущий момент что-то определенное, что сейчас мешает, вот как они поняли, им надо, естественно, идти в поиск решения. Здесь, соответственно, что самое главное и самое первое, естественно, что надо делать, это организовать команду, чтобы она, в принципе, научилась генерить эти гипотезы, ну, собственно, гипотезы решения. Что это означает? Берем прям, я там в конце, опять же, в ссылке прикрепил там кучу разных методик, но самая простая, которая, опять же, наверное, все знают, мозговой штурм. Фига себе, не все руки подняли, видим, просто уже ленятся, да? Ну, короче, я вижу по головам, что вроде все знают, просто уже устали. Вот, ну, короче, прям помогаем им организовать нормальный мозговой штурм хотя бы один раз в этой части. После этого я предлагаю всегда прям уже команде фактически начать системно анализировать другие подразделения в других бизнесах, как они работают. Вот, соответственно, опять же, приглашаю их пойти в какие-то сообщества, мастер-майды, где они прям придут к своей проблеме и скажут ее, ребята, у нас вот такая-то проблема, кто как ее решает. То есть в Телеграме сейчас дофига сообществ, можно прям попросить их зайти туда, написать проблему, им кто-то что-то накидает в этой части. Вот, и прям здесь вот прям важно нанимать разных менторов для них. Ну, то есть большинство бизнесов почему-то не привлекает людей, знающих в чем-то, ну, в какой-то определенной области. То есть не человек, который скажет, вам нужно делать так, а просто который придет и подскажет, что можно было бы сделать, какие варианты существуют. Прям вот здесь вам помочь им самим или прям сами возьмите за этот процесс организации поиска этих менторов на разных площадках. То есть вы понимаете, что у них какая-то проблема и, соответственно, подсказываете, что им пора бы пойти поискать, либо помогаете им самим найти. Вот обычно эти менторы их резко вначале толкают. Значит, вначале людям сложно бывает придумать какую-то новую идею, которая прорывная будет. Иногда они на самом деле ее даже знают, но вот приходит ментор, говорит, делайте так, он такой, они раз, и, соответственно, начали наконец-то, соответственно, делать. Ну, то есть по факту нужны, короче, менторы, которые пробьют этот первый потолок. И когда у них идея возникла, надо помочь им хотя бы первый раз в этой части найти способ это сделать быстро. К сожалению, большинство команд, которые давно работают, им кажется, ну, естественно, что все изменения сложные. И вот у меня, ну, самый последний клиент, который, получается, неделю назад мы с ним общались, он говорит, даже, или больше, не помню точно, он говорит, вот, значит, мы хотим такое преобразование, они к этому приходят. Я говорю, окей, хорошо, как его сделать? Говорит, ну, вот нам, короче, надо полгода, мы сделаем то-то, 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 и все будет классно. Говорю, окей, как можно быстрее? Как можно это сделать за неделю? Они опять говорят, у них там получается три месяца. Говорю, как можно? Короче, раз в семь я этот вопрос задал, они еще несколько раз подумали, и в итоге они пришли к тому, что это можно сделать за неделю. Не все, но уже первый результат получить и понять, что все не зря. То есть не надо будет эту подготовку в пять месяцев, а потом запах эксперимента. Всегда можно какой-то маленький простой эксперимент на отдельной категории клиентов, на отдельной категории лиц, маленькие вещи без разработки сложных систем, пользуясь какими-то гугл-таблицами, всегда можно простую какую-то вещь попробовать сделать. И вот в этой части прям важно, чтобы они это нащупали. Понятное дело, что идеально это делает обычно трекер, либо, собственно, командный коуч, который задает просто эти вопросы в этой части. Но под немножко надо, чтобы команда самостоятельно делала. Потом на этом вначале нанимаете либо трекер, либо коуч, либо сами, если обладаете этой методикой, делаете все эти сами. А потом постепенно смотрите за тем, чтобы команда научилась это делать сама. Ну или, собственно, у них должен тогда появиться agile coach, который, собственно, или scrum coach, который будет, собственно, с этим помогать. Соответственно, окей, это нащупали. И когда они нашли решение, естественно, надо начать, чтобы они действовали. В этой части в идеале настроить встречи один раз в неделю, в рамках которых они будут, собственно, анализировать, что они делают, и как-то немножко корректироваться. То есть они поняли решение, запланировали себе некие действия, дальше надо их отслеживать. Я прямо здесь рекомендую руководителю, и вам, как HR-ам, надо будет, соответственно, также рекомендовать в идеале, чтобы руководитель фактически назначил какую-то определенную встречу, желательно там в начале недели, либо в конце недели, с плана на следующую неделю, в рамках которых они обсуждают, соответственно, что нужно сделать, и кто это будет делать. Ну, достаточно простые вещи. Но в этой части существуют важные моменты. Первое, стоит учитывать, и я отгружаю в старую руководитель эту методику, это ситуативное лидерство. Кто-то знает, что такое ситуативное лидерство? О, не так много людей. Ну, короче, очень вкратце, то есть у нас существует несколько вариантов сотрудников. Вариант сотрудника номер раз, которому фактически говоришь, ну, то есть он самый такой хороший, да, то есть ему говоришь, в ту сторону иди, он самостоятельно туда идет, то есть у него хватает компетенции, энергии туда идти и мотивации. Есть сотрудники, которые, ему говоришь, в ту сторону иди, а ему, чтобы он пошел, надо его периодически поддерживать, ну, то есть, говорит, у тебя все получится, у тебя все будет круто. Будут сотрудники, которым подсказываешь, куда идти, их надо наставлять, то есть подсказывать именно, какими действиями идти, не прям жестко все расписывать, а просто подсказывать. И есть сотрудники, которым надо прям четко описывать, соответственно, инструкцию, каким образом прямо им действовать. Вот в этой части нужно понимать, что когда мы пытаемся кому-то в рамках найденного решения на прошлом этапе, кому-то дать какое-то действие по нему, чтобы он его сделал, нужно учитывать, какой же это человек. Если это действие, если эта задача не для человека, которому надо жестко все расписать, а всегда почти вот в таких вот преобразованиях действия, которые нужно сделать, они не максимально четкие. Там нужно думать, надо включать, собственно, воображение, собственно, надо как-то экспериментировать. Почти всегда нужно будет здесь человек, который вот на двух последних гранях, ну хотя бы на трех, то есть точно не тот, которому надо четкую инструкцию. Надо либо максимально самостоятельно, либо того, кого надо поддерживать, либо, возможно, того, кого надо наставлять. Вот в этой части прямо руководителю надо дать эту методику, потому что из-за этого запарывается большинство активностей, люди думают, что нифига не получится, и после этого предстают действовать. У меня недавно как раз был случай во время совещания с такого же как раз руководителем, ему, значит, он говорит, типа, все, мы дадим это, собственно, Васе. Вот, я снова Васе, слава богу, не был на встрече, спрашиваю, а Васе справится? И вот, собственно, такое молчание. Я говорю, ну, коллеги, ну, то есть, был ли случай, когда подобные задачи Васе выполнял, я имею в виду, с подобным уровнем лидерства? И, значит, молчание продолжается. Я думаю, что-то, видимо, не то. Начинаю опрашивать, я понимаю, что Вася – это просто шаг, на которого привыкли скидывать задачи, но по факту ему потом все равно приходится полностью описывать. Вот по факту надо вот это выгрузить, чтобы он это понял. И второй момент, то, что надо выгрузить в человека, дать руководителю – это методику ХАДИ. Она максимально простая, она по факту говорит, что любую гипотезу, которую мы проверяем, а действие, которое мы делаем, это фактически у нас есть предположение, что если мы это сделаем в действии, там будет какой-то результат. Вот любую гипотезу, которую проверяем, нужно расписать ее с точки зрения, что мы думаем, значит, что мы для этого делать будем, какой будет с этого результат, какие данные и какие мы можем выводы на этих данных принять. Ну, то есть, если мы начнем вот такой-то табличкой какие-то данные вести, из этого видеть, то мы увидим через эти данные вот такие-то проблемы, одну-две, и мы с ними сможем справиться. Если мы там проблемы этих не увидим, значит, это было все бессмысленно. Вот по факту, вот с помощью такой методики можно просто не забыть, проведя эксперимент, не забыть, соответственно, каким образом мы поймем, эксперимент сработал, собственно, или нет. Отгружаем прямо в человека. Опять же, по ссылке, там небольшое краткое видео помидотики и хади будет, по ней, собственно, все в основном стартапы работают, просто заставляя себя описывать по ней, чтобы не забывать, как им будем проверять. Вот, сразу рекомендуем, почему-то даже айтишники тупо забывают какую-нибудь канбан-доску себе там завести, скан-доску, в рамк которой они будут, собственно, вести свои задачи. То есть, вроде типа, это же все понятно, вот у нас есть рабочие моменты, да, а это типа развивающие вещи, мы там их сами и так не забудем. Нифига, нужна прям отдельная доска про развитие подразделения. Прям порекомендуйте им. Ну и последнее, надо помогать им делать выводы на каждой такой встрече, по прошедшей неделе, что получилось, что не получилось и что нужно поменять. Обычно такая ретроспектива. В идеале, если вы обладаете данными компетенциями, один раз к ним подключитесь на встречу, лучше, или два, или три, и помогите эти вопросы им задавая, и потом составьте с ним план встречи, в рамках которых они эти вопросы всегда будут задавать. Ничего-то сложного как бы в этой части нету, но они, блин, забывают постоянно. От этого у них ничего не преобразуется. То есть им надо сделать выводы, и нам, собственно, надо понять, что преобразовать. В идеале здесь получите какого-нибудь командного agile коуча, либо опять же трекера, но через какое-то время лучше отгрузить это в команду, чтобы она научилась. В итоге у них через это появляется понимание, зачем руководители вообще надели. Дальше у нас возникает ощущение, соответственно, понимание, что хотят пользователи. Дальше мы сработаем с его энергией, у него, получается, есть силы на то, чтобы это делать. Дальше они приучаются раз в две недели системно анализировать, находить проблемное место, и дальше они научаются с этим что-то делать стандартно. Вот если эти процессы стандартно выровнены, то у них начинает приходить преобразование, они открываются как команды, как руководители в частности, и начинает понемножку преобразование идти. В итоге у нас вот такое получается, то есть раз в полгода мы делаем встречу с человеком по поводу его желания вообще менять, раз в квартал мы его заставляем делать встречу, ну то есть пойти в рынок и с ним пообщаться с пользователями, раз в месяц мы общаемся с ним, особенно если видим у него круги под глазами, собственно, работу с его энергией, раз в две недели у них должна быть некая такая стратегическая встреча, в рамках которых они системно анализируют, что же с ним происходит, находят главное узкое место. В этом плане, как и в остальных вещах, уже вот в этом плане, когда им критичный трекер подключить. Дальше они, соответственно, раз в две недели ищут решение, каким образом это можно преобразовать, и раз в неделю отслеживают, как они действуют, и что стоило бы поправить в их, собственно, движении, чтобы было хорошо. Вот таким вот образом можно понемножку делать руководителя таким антикризисным менеджером, если он начинает эти вещи делать, так или иначе он преобразуется. Как получается по моему опыту? Обычный руководитель, вот если взять такого, ну более-менее адекватного руководителя, он за шесть месяцев становится тем, кто может это делать автоматически сам и постепенно преобразовываться. Ну то есть он прям начинает реально какие-то действия классные делать, которые от него никто не ждет, но видно, что эти действия ведут к развитию компании. Вот, кто-то дольше, ну то есть бывало у меня люди, которые там пришли к этому делу полтора года, и тут тоже вопрос будет в вас, да, готов ли сток инвестировать в человека, или ему в принципе текущий он устраивает, не устраивает. Кто-то прям реально включается в первые две недели в этот процесс и дальше делает полностью без вас самостоятельно, потому что ему просто становится по кайфу, он понимает, что, блин, преобразование есть. Стоит понимать, что реальные результаты, скорее всего, появятся со второго месяца. То есть первого месяца они будут немножко сопротивляться, у них возникает идея, которые, но с реализацией, которые делают прям реально долго, вы не сможете их подбить на то, чтобы, соответственно, они все-таки преобразовались, сразу, ну то есть приношли сразу мелкие шаги, которые дадут максимум результаты. Скорее всего, с второго месяца они раскачаются, начнут реально какие-то классные результаты давать. Это стоит учитывать, потому что вначале, ну, не всегда стоит от них прям крутых результатов ждать. Ну и последнее, стоит учесть, что, наверное, 30%, ну, по моей статистике, вообще не такие. То есть говорить, мы вот здесь, чтобы просто работало, вот нам вот это все преобразования не нужны. Мы хотим просто сохранять текущий статус-кво, чтобы все просто работало, как сейчас есть. Мы в руководстве не для того, чтобы менять, а для того, чтобы настроить, а потом сидеть и курить бамбук. Ну или просто они любят страдать, такое тоже бывает. Вот, соответственно, стоит это учитывать. Получишь не со всеми, это нормально. Вот, значит, вот здесь дополнительные материалы относительно того, что я сказал. Там всякие раз есть ссылки, которые можно посмотреть и обучаться этому. Я рекомендую на первом этапе всегда подключать отдельных специалистов, трекера, психолога, коуча, которые в этом помогут. Смотреть за ними, возможно, вы потом начнете в это погружаться и сможете это делать сами. Ну, по крайней мере, у меня получилось обучиться этому. Я думаю, у вас тоже получится, но вначале лучше привлекать профессионалов. Вот, ну и здесь мои контакты. Я готов, соответственно, если у вас возникают вопросы не в рамках текущего мероприятия, тоже общаться и помогать. Спасибо вам. Спасибо. Вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.